Добрый вечер, уважаемые слушатели. Рада приветствовать вас на занятии КПИ интернет-маркетинга «Вижу цель, не вижу препятствий» в Центре компьютерного обучения специалист при МГТУ имени Баумана. Меня зовут Прилепская Марина Борисовна. Я проведу для вас это занятие. О себе вкратце. Я окончила факультет журналистики МГУ. Моя специальность, по которой я училась в университете, – пиар. После университета я руководила отделами контекстной рекламы в интернет-агентствах, потом возглавляла отделы интернет-проектов и в итоге стала практикующим педагогом в Центре компьютерного обучения. И сейчас в общей сложности мой опыт практики интернет-маркетинга составляет 9 лет. Центр – специалист. Идет свою историю уже достаточно давно. Ему исполнилось в этом году 27 лет. У нашего Центра 250 преподавателей-экспертов. Именно экспертов. Потому что у нас есть такое требование, чтобы педагоги были не столько теоретиками, сколько именно практиками. Умели в реальной жизни написать рекламные кампании, разработать брифы, медиапланы и так далее. И у нас более тысячи курсов по разным направлениям, как интернет-маркетинга, так и бизнес. Направление у нас широко представлено. О нашем уроке. Наш урок «КПИ интернет-маркетинга. Вижу цельные, вижу препятствия» входит в модуль 4. Разработка стратегии продвижения, медиапланирования каналов трафика, КПИ-продвижения. Этот модуль является частью курса «Интернет-маркетинг. Методы эффективного контроля». В нашем занятии, которое сейчас у нас начинается, слушатели узнают, как строится варминг трафика на сайте, каковы ее ключевые показатели, какие финансовые показатели используются для оценки эффективности продвижения. Дело в том, что в нашей сфере существуют разные каналы привлечения аудитории, у них разные механизмы, и можно отслеживать разные показатели, соответственно, эффективности. Об этом мы сегодня сейчас далее поговорим. Далее мы смотрим, как разработать сбалансированный КПИ для интернет-маркетологов. Суть в том, что если мы предъявим очень жесткие требования, с нами мало кто согласится работать. Если у нас, наоборот, будет легко достижимый КПИ, то работа может идти спустя рукава. И самое главное знать, конечно, какие есть показатели КПИ, какие метрики. Это замечательно, но нужно не просто знать, а уметь ими пользоваться, уметь посмотреть, в каких счетчиках, например, аналитики они собираются. Знать, как отследить, допустим, закрытие сделок тех же. И сегодня мы в финале нашего занятия вкратце также сделаем небольшой обзор инструментов, которые must have для успешного контроля, продвижения, для успешной работы в интернет-маркетинге. О нашем курсе специалисты интернет-маркетинг в методе эффективного контроля. Курс входит в дипломную программу директора по интернет-маркетингу и также идет как отдельный независимый курс, где слушатель может ознакомиться с основными специальностями, с основными этапами ведения интернет-проекта. И если у него стоит вопрос с переквалификацией, либо он ищет себя в интернет-маркетинге, не знает, в какой сфере ему в дальнейшем развиваться. Это может быть контекстная реклама, это может быть аналитика и так далее. Так вот, посетив данное занятие, как раз можно расставить приоритеты свои, понять, куда же, чем бы хотелось в дальнейшем больше заниматься, и далее уже оставлять план своего карьерного развития. И я хотела бы рассказать про кипиоинтернет-маркетинга, исходя из типовой воронки, собственно говоря, нашей с вами сферы. У нас есть несколько этапов работы с аудиторией. Это привлечение, информирование, намерение, покупка, лояльность и евангелизм. Вот данная воронка, она была... Если вы копнете в исследование, копнете дальше информацию, то она была разработана как-то на Беном Хантом и называется воронка узнаваемости бренда. И, соответственно, у нашего с вами интернет-маркетолога стоит задача провести аудиторию, если он работает над всем комплексом интернет-маркетинга по всем шести этапам воронки. Что же у него происходит в дальнейшем в реальной жизни? В реальной жизни он сталкивается с такой ситуацией, что ему необходимо, нашему интернет-маркетологу, возьмем сейчас собирательный образ, так как у нас не разработаны до конца профстандарты, у каждой компании своя собственная структура, задачи могут по разному распределяться. Так вот, чаще всего нашему с вами интернет-маркетологу приходится работать с отделом маркетинга, с отделом продаж и с отделом обслуживания, если он ведет аудиторию по всей нашей с вами воронке, которую мы сейчас рассматриваем. И в маркетинге он работает с потенциальными покупателями. Предположим, что мы сейчас с вами рассматриваем КПИ для классического коммерческого проекта, целью которого является сбор лидов, желательно уникально целевых. Почему желательно уникально целевых? Не все, к сожалению, у нас отслеживают именно уникально целевые лиды. Об этом сейчас чуть дальше я более детально расскажу. Далее задача стоит информирование. Потом, после того, как вы проинформировали, охватив аудиторию, ее заинтересовать, остаться, сделать выбор именно в пользу звонка в вашу компанию. Потом, после звонка, начинает работа у нас либо отдел телемаркетинга, либо колл-центр, отдел продаж. В некоторых компаниях даже называют данный отдел, отдел счастья клиентов. Так вот, в данном отделе у нас образно стоит ситуация удовлетворения условиями покупки, оффера и переговора. После оформления, ну, мы озвучили наше предложение, желательно довели нашего с вами специального клиента до закрытия сделки, клиент получил товар, услугу, и начинается этап обслуживания. И обслуживание – это еще путь дополнительный, чтобы собрать аудиторию и, соответственно, с ней поработать и получить от нее тоже определенные, ну, скажем так, финансовые выгоды для компании. Давайте с вами дальше посмотрим, что у нас происходит. Дело в том, что на каждом этапе воронки у нас стоит, может стоять, вернее, разные показатели KPI и разные метрики, которые отслеживают эффективность движения аудитории потенциального клиента, покупателя по воронке. Итак, KPI – это у нас система с вами ключевых показателей эффективности. K-Performance Indicators. KPI позволяет оценить показатели успеха и достижения цели как отделов, так и компаний в целом, а также эффективность применения тех или иных инструментов в достижении цели компании. Что мы можем брать для разработки KPI в интернет-маркетинге? Трафик. Сколько к нам пришло аудитории с тобой, ну, канал? Например, сколько аудитории к нам пришло из контекстной рекламы, из социальных сетей, сколько аудитории пришло из естественной выдачи поисковиков и так далее. Трафик – трафик урозь. Не факт, что люди, которые к вам пришли, сделают то, что вы хотите от них на сайте. Здесь у нас появляется такая вещь, как конверсия. Конверсия может быть на сайте, как заполнение формы обратной связи, оставление контактов в чате. Предположим, это может быть покупка онлайн в один клик и так далее. Дальше у нас может быть, если речь идет, например, о естественной выдаче, то видимость сайта по ключевым запросам. Помним, что аудитория, которая пришла на сайт, позвонила. Не факт, что купила именно то, что мы хотели максимально быстро продать. То есть средний чек появляется у нас с вами. Ну, приходит к нам аудитория, все хорошо, мы хотим продать телевизоры Samsung, а она вдруг решила, что будет покупать телевизоры другого бренда, более дешевые и так далее. Соответственно, вопрос в том, насколько была грамотно, например, построена рекламная кампания, либо разработаны посадочные страницы, завернут, упакованы приложения. Ну, тут можно тоже много что сочинить в плане оптимизации. Итак, есть такой у нас показатель, как процент отказов с сайта, ну, как и с сайта самого, так и по каналу трафика. Дело в том, что сайт, у сайта есть такая вещь, как степень, не степень, как уровень конвертации, процент конвертации трафика. У нас, когда мы ведем аудиторию, аудитория может быть очень заинтересованной, но страницы посадочные сделаны таким образом, что непонятно, что предлагается. Отсутствует внятный, четкий оффер, нет дедлайн и так далее. То есть охватить-то охватили мы, но в итоге не продвинули далее по нашей воронке наших потенциальных клиентов. Есть у нас такой показатель, как повторные визиты, то есть возврат аудитории после первого посещения сайта, либо через определенное время после совершения покупки, если у нас речь идет о онлайн-продаже. Есть показатель стоимости нового привлеченного лида. Лид – это наш с вами контакт. Контакт, звонок, заполнение формы обратной связи, консультация в чате и так далее. И есть прекрасный, шикарный показатель окупаемости инвестиций. Итак, здесь все представлено от простого к сложному, но более детально давайте сейчас разберем, чтобы у нас не оставалось вопросов, как, куда, зачем, почему, и самое главное, как это отследить. Итак, если берем первый этап, самый такой объемный с точки зрения привлечения аудитории, но самый-самый такой холодный, то у нас есть такая вещь, как объем переходов с канала определенного и качество. У нас есть показатель с вами объем переходов с канала. И, допустим, мы хотим с вами, чтобы количество переходов из естественной выдачи составляло 5000 посещений в течение дня. Далее у нас переход конвертируется в лид. Лид у нас переходит в отдел продаж, и с ним работают. В классической ситуации лид пришел, отдел маркетинга видит 100 лидов, отдел продаж видит 70 лидов. Соответственно, здесь у нас могут быть с вами достаточно такие интересные потери, и контролировать вот именно переход данной поворонки нам помогает, допустим, та же CRM-система. И мы с вами должны это регулярно, регулярно отслеживать. Соответственно, если у нас стоит кипяя у отдела маркетинга 100 лидов, а он пишет, что да, мы это сделали, вопрос в дальнейшем, что не поссорится ли отдел маркетинга с отделом продаж. Ну, бывает, ссорится, но уж все-таки мы постараемся найти общий язык. Итак, потом лиды, которые пришли, они у нас конвертируются в заказы. Лид может быть как уникальным, то есть уникальным это люди, которые первый раз позвонили, связали с вами по поводу ваших товаров и услуг. Может быть, при этом не целевым, то есть он позвонил к вам человек, услышал цену, он сказал, ой, нет, не буду я в это покупать, не стану я вашим клиентом, дорого. Так вот, был уникальный лид, но дальше не пошел. Или, например, у нас есть такая классическая ситуация, когда позвонили впервые с определенного номера, но уточнили, не хотите ли вы воспользоваться новым предложением по доставке воды в офис. Да, ну что ж, тут у нас получается звонок уникальный, но не целевой. Соответственно, мы с вами, когда идет речь об учете данных вещей, должны быть уникальные лиды, уникальный целевой лид и, кстати, отдельно целевой, потому что люди могли уже к вам звонить, потом подумать, потом еще сравнить и так далее. Помню нашу воронку, что это принятие наше с вами решение о приобретении товаров и услуг. Это не, скажем так, одна этапная операция. И у нас могут быть с вами совершенно такие интересные ситуации с уникально целевыми, целевыми и просто уникальными лидами. Дальше мы можем с вами оценивать объем продаж с канала трафика. Ну, предположим, у меня пришло тысячи переходов из естественной выдачи. Тысячи переходов превратились в десять лидов. Десять лидов превратилось в одного клиента, реального, который заплатил, который воспользовался моими услугами или купил мои товары. Что у нас в дальнейшем с вами получается? Получается то, что мы можем данные и показатели отслеживать по каждому каналу привлечения трафика. И, соответственно, мы можем оценить уровень return on marketing investments, возврат маркетинговых инвестиций и ценность клиента с точки зрения его повторных возвратов за услугами компании, за повторными покупками и так далее. Итак, давайте пойдем к первому этапу. Первый этап у нас стоит задача охватить максимально аудиторию. Здесь еще речь не идет о том, что мы собираем, получаем, либо уже обрабатываем лиды, мы просто хотим оповестить о том, что мы родились, либо мы такие красивые, либо у нас есть уникальное предложение, от которого невозможно отказаться. Итак, здесь у нас есть такие метрики, как reach, use, cpm и cpv. Итак, они используются очень часто, чаще всего в медийной рекламе. Допустим, у нас идет показ рекламы с оплатой за тысячи показов, и, соответственно, вы отслеживаете, сколько вы, например, потратили для охвата 50 тысяч пользователей за определенную стоимость, либо 30 тысяч аудитории за определенную стоимость, и сравниваете, что выгоднее у вас получилось. Ну, соответственно, у нас получается задача охватить максимально целевую аудиторию по минимально... с минимальными затратами на данном этапе. Но при этом мы помним, что охват с минимальными затратами не факт, что даст именно ту аудиторию, которая действительно в итоге совершит у нас заказы. То есть это у нас такая, скажем так, я бы называла немножко примитивная метрика. И зачастую, когда речь идет о продвижении, например, тем же собственникам бизнеса, либо руководителям данный показатель особо неинтересно. То есть их... за ними садят именно специалисты по рекламе, и, исходя из этих вещей, формируют, ну, например, медиаклаб. Переход на сайт. Это наш с вами второй этап. На втором этапе у нас происходит ситуация. Мы уже от показов перешли кликом. Когда речь идет о кликах, клики, мы, ну, скажем так, уже не столько примитивные, как показатели на первом этапе, ну, по крайней мере, по кликам можно уже отсутить, сколько стоит хотя бы заход на сайт. А здесь у нас такие метрики. Это количество визитов с одного, например, канала. Ну, вы, допустим, разместили какую-нибудь красивую бану. Десять тысяч раз его показали. Один переход. Ну, невыгодно получается. Далее. Мы можем с вами здесь отслеживать долю новых посетителей, то есть люди, которые впервые пришли по тому или иному каналу трафика. И если мы возьмем наши с вами аббревиатуры, которые встречаются везде повсеместно, то на втором этапе мы отслеживаем CPC, CTR и CPV. CPC – пост-перклик. Вот если вы пойдете планировать консекцию рекламы, у вас будет прогнозируемая стоимость перехода CPC. Так вот, стоимость клика различается по разным ключевым словам, различается на разных сайтах, допустим, партнерских сетей, поисковиков и так далее. Тут стоит вопрос на том, насколько вообще целесообразно закупать те или иные переходы, потому что зачастую переход стоит и 500 рублей, и 600 рублей. Предположим, если 500 рублей стоит переход, а у вас товар 5000 рублей, то вы уже на этапе даже именно переходов на сайт рискуете работать себе в убыток. CTR – click-through rate. CTR – это показатель, который характеризует кликабельность по рекламным материалам. Ну, предположим, было 100 показов, допустим, поста в социальной сети. Из 100 показов на сайт перешло 10 пользователей. Если мы 10 поделим на 100, умножим на проценты, то получится, что у нас CTR 10%. CTR – это количество книг, деленное на число показов и умноженное на 100. По CTR можно судить, насколько хороший креатив, например, у баннеров, насколько хорошие, хорошо проработаны тексты объявлений, насколько, скажем так, качественно проработаны наши продвижения, и на самом деле, насколько мы популярны по сравнению с другими конкурентами. И Коспер Визитер – стоимость одного посетителя. Соответственно, все эти показатели можно вычитать по каждому каналу привлечения аудитории. Это все здорово, но люди к нам перешли. Есть у нас такая вещь в дальнейшем. Допустим, те же отказы, когда люди пришли, сразу же ушли. Давайте сейчас с вами посмотрим сначала, перед тем, как мы пойдем дальше, где же мы можем взять показатели по CPC, CTR и CP. Итак, CPC, то есть Коспер Клик, стоимость клика, доступна в каждой, в принципе, системе рекламы. CTR доступен аналогично. И вот если мы возьмем отчеты из Яндекс.Директа, здесь сделаем фресклин, мы увидим, что по ключевым словам, по которым показывалась рекламная кампания, есть определенное количество показов, кликов, CTR. CTR – клики, деленные на количество показов, умноженные на 100. Сколько мы потратили, средняя цена клика и глубина просмотра. Глубина просмотра – это сколько страниц за посещение посмотрел у нас с вами пользователь. В данной ситуации, на примере данного скриншота, мы видим, что максимальная CTR имеет запрос «Beaver York, Москва». То есть по этому запросу, в принципе, каждый, получается, четвертый приходит к нам. Я полагаю, что по данному запросу написано очень качественное объявление. Зачем мы это все писали, кому интересно, то CTR, он влияет у нас на наши позиции выдачи, так как в акционе, ну, акцион построен с учетом как раз данного показателя. И в дальнейшем, если мы посмотрим на отчеты в Яндекс.Директе, то есть такая вещь, как глубина. Глубина уже позволяет оценить дальнейшие движения по воронке нашего трафика. Глубина показывает, насколько пользователь, в принципе, заинтересован в том, что мы ему предложили. Охватить аудиторию, сделать так, чтобы она перешла к вам на сайт. Это вот даже, наверное, не четверть всех усилий по конвертации трафика. Далее, вот аудитория к нам приходит, но ничего не покупает. Либо приходит, смотрит, но тоже ничего не покупает. Показатель эффективности достижения целей маркетинга в данной ситуации может быть Time spent on site, время, проведенное на сайте, ну, продолжительность взаимодействия пользователя с площадкой. Потом показатель такой, как бонус rate, показатель отказа. То есть сколько людей пришло на сайт, и в течение 15 секунд ушло с него. При этом страница входа, страница, на которую он попал по переходу с тобольным источником, равна странице выхода с сайта. То есть он ничего больше не смотрел. Соответственно, вот идет у нас запрос, например, Beaver York, Москва. По Beaver York у нас хорошая глубина, но при этом, допустим, есть определенный показатель отказа. То есть показатель отказа всегда будет, всегда будут холостые переходы, всегда будет аудитория, которая, ой, я нажал случайно, либо я не заметила, либо, скажем так, ожидал что-то другое. Так вот, высокий показатель отказа говорят о том, что нужно пересматривать либо таргетинг, либо саму упаковку предложения на посадочной странице, либо, к сожалению, говорят о том, что предложение неконкурентоспособно. В том, чтобы посмотреть время, как проведенное на сайте, потом показатель отказа, мы с вами используем такие счетчики, как Google Analytics и Яндекс.Метрика. Эти счетчики как раз фиксируют данные метрики и позволяют, ну, в принципе, в любое удобное для вас время посмотреть, и сколько пришло людей с того, иного канала трафика, и какие у них были показатели отказа, какова была глубина просмотра сайта, вплоть до ключевого слова, вплоть до поста в социальной сети. Вкратце у кода счетчика. Код счетчика Яндекс.Метрики, например. Ну, Google Analytics, в принципе, такая же история. Мы заходим на страницу сервиса по ссылке метрика.yandex.ru, регистрируемся, заводим код счетчика. Когда мы заводим код счетчика, нам предлагается небольшой скрипт. Скрипт мы устанавливаем на каждой странице нашего с вами сайта. Если скрипт не будет стоять на странице, на той или иной странице сайта, то данная страница не будет учитываться в аналитике. И после того, как мы проставили, ну, вот, например, код счетчика стоит у нас. Ну, здесь пример как раз уже в шаблоне страницы, как выглядит данный код. После того, как мы вот установили, не за прошедшее уже время, а именно с момента установки начинается сбор данных. И сбор данных у нас... То есть что я хочу сказать? Я хочу сказать, что за прошлое время, за то, что было с сайтом, например, месяц назад, посмотреть не получится. Получится только вот со дня, когда вы поставили данный счетчик. Причем со дня неполного, скорее всего, и вы лучше ориентируетесь на следующий день. Итак, вот мы поставили, например, счетчик Яндекс.Метрики, и у нас будет как раз учет прямо по дням, количество визитов, количество посетителей, количество просмотров, доля новых посетителей, отказы, то есть 100% аудитории, которая сразу же ушла с сайта, глубина просмотра с сайта и в среднее время на сайте. То есть вот это базовая такая, базовая совершенно картина о показателях, ну, о метриках интернет-продвижения, которые можно уже на старте закладывать как KPI-продвижение, как KPI-привлечение заинтересованной аудитории. То есть мы хотим, например, чтобы глубина просмотра среднего была 3 страницы, отказы были не более 20% и среднее время на сайте 2 минуты. Итак, тут нужно пояснить большую-большую вещь, такой огромный нюанс. Суть в том, что у разных сайтов, у разных тематик время среднего на сайте очень сильно отличается. Если вы интернет-магазин, то среднее время на сайте у вас может быть и полчаса, и 45 минут. Если вы вызов эвакуатора, то у вас среднее время на сайте будет в разы, в разы меньше. У вас нет каталога, карточек товаров, описания отзывов. У вас нельзя, ну, не то, что нельзя, у вас может быть, могут быть отзывы, у вас могут быть описания услуг, но повиснуть, гуляя по каталогам, переходя из категории в категорию, ну, на этом сайте, скорее всего, не то, что скорее всего, ну, не получится. Или, предположим, вызов такси, да. Вот вы хотите заказать такси, переходите на сайт, здесь будет тоже достаточно сильно отличаться время, проведенное на сайте, в отличие от того же интернет-магазина. И, то есть, цифры 20, например, процент отказов, либо 3 минуты в среднем на сайте, это нужно смотреть индивидуально под каждый проект, под каждый сайт. Для кого-то 3 минуты будет шикарный результат, для кого-то 3 минуты это будет, ну, очень даже и очень печально. Итог работы специалистов по продвижению. В метрике у нас еще пару вещей интересных есть. Ну, соответственно, если вы пойдете в Google Analytics, то в Google Analytics вы тоже сможете подчеркнуть, да, те же данные. Метод установки счетчика аналогичен, как и Яндекс.Метрики. Итак, вот у нас наступает период, когда пользователь к нам пришел на сайт. Он посмотрел страницу так действовать. Он, предположим, посмотрел описание товара, услуги, описание компании. Он посмотрел, какие, каков сервис у вас, допустим, где вы находитесь, какова, например, если это пластиковые окна, допустим, технология изготовления. Почитал, если ему интересно было. Зашел в контакты и так далее. То есть он провел определенное время на сайте, но если это не покупка в один клик, которая подразумевает достаточно небольшие затраты, ну, чем более дорогой у нас с вами товар или услуга, тем люди у нас больше думают, а нужна ли мне она, ну-ка, пойду-ка я сравню с конкурентами, проведу свое собственное маркетинговое исследование. Допустим, вы хотите купить квартиру. Квартиру в один клик вы не купите. Вы будете ездить смотреть объекты, будете смотреть, ездить конкурента. Вы будете знакомиться с предложениями банков, с этой ипотекой, с другими финансовыми решениями, например, зачетами и так далее. Так вот, здесь у нас появляется такая вещь, как четвертый этап движения по воронке, когда он использует и начинает думать. И вот когда идет речь о том, что вот у меня пришел клик дальше, сразу же становится лидом, то есть наша с вами заявка, звонком в нашу компанию, ну, вот немножко ошибочно думать, что промежуточного этапа нет. Если вы хотите купить, например, новую стиральную машину, вы будете сравнивать, вы будете читать отзывы, вы будете смотреть видео, обзоры, пойдете на тот же YouTube и так далее, и так далее. Так вот, здесь у нас что происходит? Человек начал смотреть информацию дополнительного товара, услуги компании, надежности, если недвижимость застройщика, а нет ли у него там сложностей, допустим, нет ли у него никаких финансовых обязательств, были ли у него замороженные стройки и так далее, и так далее. Итак, здесь что происходит? Здесь необходимо нам оценить риск ухода конкурентам и максимально красиво стараться себя представить, предположим, ну, в естественной выдаче, в Search Engine Reputation Management. И здесь мы можем с вами учитывать такие метрики, например, как mentions, количество упоминаний бренда, потом учитывать, допустим, долю чистых упоминаний, долю сравнения с конкурентами, долю позитивных, негативных и так далее. Можем отслеживать всевозможные отзывы, работать с репутацией и так далее. Здесь у нас отдельная целая эпопея, когда необходимо, скажем так, приглушить отзывы, если они не очень лестные, но при этом не сделать так, чтобы аудитория увидела ваши попытки и не превратила это еще больше шум и не старалась еще больше написать всяких, ну, скажем так, нелестных комментариев в ответ на то, что вы пишете, что все прекрасно, все весело, и вообще вы, ну, отвечая, например, нашему с вами, допустим, отвечая на сообщение, что данное сообщение было написано «Общение клиентов компании». Итак, получается, что на самом деле все эти вещи можно и нужно отслеживать. Их нужно отслеживать как в социальных сетях, так в выдаче, так и на форумах. Здесь нам помогают такие сервисы, как Brand Analytics, YouScan. Что происходит? Происходит такая ситуация, что, например, идет мониторинг социальных сетей по упоминанию брендов, по упоминанию компании, по упоминанию, например, типа товаров, услуг и так далее. Происходит после этого у нас, если все идет хорошо, если наш клиент не передумал уходить в конкурентов, все-таки он решил попробовать с нами просто троничать, происходит у нас оформление заявки. Так вот, оформление заявки у нас получается, ну, несколько вариантов, может быть, человек может позвонить, может оформить онлайн, может просить перезвонить ему и так далее. Задача, чтобы… ну, задача основная на данном этапе воронки, чтобы те аудитории, которые уже были на сайте, максимально конвертировались в эти лиды. Здесь у нас есть такой показатель, как orders, количество оформленных, но еще не оплаченных заказов. Наивно предполагать, что лиды действительно станут вашими клиентами, либо товары, которые положены в корзину в интернет-магазине, будут оплачены. Вот вы сами вспомните, когда вы гуляете, ну, предположим, на Фалберес, либо на Алиэкспрессе, какое количество огромное вы просматриваете товаров, и сколько вы добавляете в избранное, отобранное, в корзину и так далее. Дело в том, что порядка 80 товаров, которые попадают в корзину, никогда не оплачиваются. Поэтому вот пользователь оформляет заявку, это не факт, что дальше он превратится в реального клиента, которого вы закроете как совершенную сделку. И на этапе оформления заявок у нас есть такая вещь, как процент брошенных каждую. И данную вещь можно отследить с помощью тоже Яндекс.Метрики, Google Analytics. И есть вещь еще такая, как Cost Per Order. Это средняя стоимость полученного заказа. То есть, предположим, у вас человек заинтересовался, предположим, услугой клининговой компании. Выбрал на посадочной странице, предположим, на лендинге, в калькуляторе, формат уборок, потом формат чистоту этих уборок, отправил заявку. Все классно. Вы так смотрите. Ох, пришла хорошая заявка на хорошую, регулярную, на хороший чек. Причем этот чек будет регулярно, регулярно, регулярно проходить. Так как услуга предполагает регулярное, предполагает постоянное оказание. То есть предполагает регулярное оказание на регулярной основе. Так как услуга предполагает оказание на регулярной основе. И выходит, что после того, как мы обработали этот вид, вы берете, смотрите. Да, пришла заявка на 10 тысяч рублей, на 15, поговорил, выяснилось, что чистить нужно 20 квадратных метров, убирать нужно 20 квадратных метров, а не целый офис. И превратились эти 20 квадратных метров в 500 рублей. Ну, предположим, цифры так произвольны. Поэтому средняя стоимость полученного заказа – это шикарные показатели, чтобы оценить, насколько целевая аудитория проходит. В дальнейшем стоит вопрос уже, как идет движение лидов в нашем с вами отделе продаж. И в данной ситуации, когда мы с вами хотим отследить количество лидов, количество уникальных целевых лидов, мы с вами должны помнить, что есть у нас такой, конечно же, термин, как конверсия. Конверсия соотношения общего количества пользователей сайта к числу тех, кто совершил целевое действие. Я бы хотела сделать маленький такой, маленький отступ от коммерческих чистых проектов. Суть в том, что задача может не только стоять продать на сайте, но задача может быть и, например, привлечь волонтеров, либо привлечь внимание общественности к какой-нибудь злободневной проблеме и так далее. Кстати, шикарная задача сайта может быть анкетирование и так далее. Так вот, здесь у нас целевое действие – это оформление, например, заполнение анкет или отправление форм обратной связи «я хочу стать волонтером», либо «я донор», «я хочу сдать профиль» и так далее. Так вот, здесь конверсия будет. Именно уже факт сам заполнения заявки. И в дальнейшем, в дальнейшем, как таковой, как таковой каких-то показателей в плане средний чек и так далее, мы уже с вами, к сожалению, посчитать в данном случае не можем. Мы можем посчитать с вами среднюю стоимость данного привлеченного лида. Вот. И что у нас происходит в дальнейшем? В дальнейшем у нас происходит, что у нас есть целевое действие, например, оформление подписки в электронном журнале. Целевое действие – это то, что хотелось бы, чтобы сделали посетители на сайте, например, оформили заказ. Лид – это потенциальный клиент, тем или иным образом отреагировавший на маркетинговую коммуникацию и обратившийся в компанию. Уникальный целевой лид – это потенциальный клиент, тем или иным образом отреагировавший на маркетинговую коммуникацию и впервые обратившийся в компанию. То есть целевое действие – это то, что я хочу, чтобы аудитория сделала. Лид – это когда аудитория сделала данное действие, которое я преследовала, чтобы было достигнуто. А уникальный целевой – это еще сделано впервые. И мы с вами должны отслеживать все эти вещи. Как мы можем с вами отслеживать? Ну, с помощью, как я уже сейчас говорила, Яндекс.Метрики, Google Analytics, а также, условно, колл-трекинга. Итак, колл-трекинг – система подмены номеров на сайте. Бывает динамическая подмена. Бывают динамические колл-треки, бывают статические колл-треки. Мы сейчас с вами говорим о динамическом. Когда в зависимости от того, откуда пришел нам посетитель на сайт, ему присваивается тот или иной номер. И далее по номеру в системе колл-трекинга вы можете посмотреть, когда был совершен звонок, с какого источника, по какому ключевому слову пришел, например, к нам посетитель. И даже прослушать запись звонков, как у нас с вами отдел телемаркетинга, допустим, это все обработал. Итак, колл-трекинг у нас собирает данные по источникам, например, по органической выдаче, по контекстной рекламе, по сайтам, по сайтам, где нас показывалась отдельно, допустим, реклама и так далее. Далее фиксирует всего звонков по тому иному каналу трафика, количество уникальных звонков, то есть людей, которые впервые позвонили, количество целевых звонков. То есть в данном случае целевой звонок, это, может, вы сами устанавливаете, что является целевой звонок вашей компании в плане времени, минимальной времени разговора. Ну, предположим, я буду считать целевыми звонками все звонки, которые длились больше 30 секунд. Вот если больше 30 секунд, значит, человек действительно задает вопросы, и значит, он действительно заинтересован в товаре или услуге. Ну, это, скажем так, 30 секунд такой тоже показатель, которая, такая цифра, которая должна прорабатываться в зависимости от товаров, услуг и компании, которая устанавливает колл-трекинг. Дело в том, что если у вас идет длинная прелюдия для звонившего, вы позвонили в компанию ООО «Лютик» и «Челка», если вы хотите узнать о нашем интернет-магазине, нажмите на кнопку «Один», если вы хотите узнать о нашем сервисе, нажмите на цифру «Два», ну и так далее. Понятно, что если 30 секунд, это у вас все будут в телевизоре. Пока человек дослушает и выберет, пройдет достаточно много времени. И показатель данной, соответственно, вы застанавливаете в зависимости от того, как идет вот эта вот обработка звонков. И, соответственно, исходя из того, что вы предлагаете, если вы, ну, насколько долгий скрипт у менеджера. И дальше у нас целевые звонки превращаются в уникальные целевые, то есть наложение людей. Наложение о сочетании какового показателя, как позвонивший первый раз и позвонивший с определенным таймингом, временем, длительностью звонка. Потом число посещений по тому новому каналу трафика и процент конверсии, то есть трафик, звонок. Так вот, мы можем сделать так, что мы хотим, например, чтобы из 10 тысяч кликов было у нас, допустим, 500 звонков. Но опять же, да, исходя из того, что мы предлагаем и как конвертировать нас считаем. И в дальнейшем ставить данную вещь как наш с вами KPI. Ну, опять же, данная вещь может быть, если маркетолог влияет на контент посадочных страниц, может повлиять на обработку тех же звонков, может повлиять на каналы трафика и так далее. Если вы данную задачу поставите специалисту, который выполняет, например, техническую работу по оптимизации кода на сайте, но при этом не может повлиять на оффер, то есть предложение, которое размещено на сайте, не может повлиять на дизайн посадочных страниц, не может повлиять на тексты, видеоряд и так далее, то данный показатель ставить как KPI может абсурдно, так как это не в его власти. То есть следить и повлиять на конвертацию трафика и звонки. Итак, соответственно, CallTracket выводит нам запросы по которым у нас больше всего было, звонков, и в итоге вы можете посмотреть конверсию по тому или иному ключевому слову. Кстати, данные примеры приведены на основе сервиса CallTouch. CallTouch проводил недавно FullDay, где как раз были интересные обсуждения последних тенденций нашего с вами рынка, и появились такие интересные разработки, как CallToVisit, то есть вызов такси, например. То есть у нас может с вами стать необходимость учета количества вызванных такси, например, на объект, либо в офис, ну, предположим, в магазин. Вот, например, не буду называть название продуктовой сети, чтобы ее лишний раз не порекламировать, но следует тому, что если вы совершите, предположим, покупку более чем на 10 тысяч, то такси с покупками для вас будет расставлено бесплатно, вы можете его вызвать, например, по, допустим, промо-коду. Такой маркетинговый, дополнительно стимулирующая акция получается. Ну, действительно, если ты пришел и купил 5 сумок продуктов, то тащить их даже в соседний дом тяжело. И наши с вами, например, литейеры сейчас озадачились об увеличении среднего чека и предлагают вот такой дополнительный бонус, если вы совершите покупку от определенной суммы. И, соответственно, может стоять учет и вызов такси как после покупки, так и, например, если вы, допустим, застройщик, вы хотите, чтобы вам приехали на экскурсию на объект, на экскурсию на объект едут долго, так вот вы предлагаете аудитории вызвать такси, чтобы оно приехало, чтобы она приехала и на месте оценила, что вы предлагаете. Итак, для того, чтобы учесть следующие показатели KPI, нам необходимы метрики, которые мы можем использовать. Нам необходимо, чтобы наше действие, то, что действие, наше движение по воронке было связано с отделом продаж. И, к счастью, времена, когда все у нас существовало в Excel, давно прошло. Сейчас заявка, которая была отправлена, например, с помощью форума обратной связи на сайте, либо уже звонок сам поступает непосредственно в сервис-систему. Сервис-система – это Customer Relationship Management расшифровывается. И в CRM-системах у нас идет обработка заявок, обращений и движения в дальнейшем по воронке. Итак, пример перед вами – это AMA CRM. AMA CRM как раз показывает на данном предприятии, когда пришла заявка, сколько, как сформулирована потребность, работает с возражениями, ждут оплаты и так далее. И получается, что в мере движения по воронке уже получается продаж. Наш с вами клик превращается как раз в закрытые сделки. И если мы ведем наши продажи с помощью CRM, то мы можем отследить по каналу трафика по ключевым словам. Например, если это реклама в Яндекс.Директ, количество совершенных продаж по тому или иному запросу. Можем оценить количество закрытий сделок по тому или иному каналу привлечения трафика, стоимость продажи по тому или иному каналу трафика, опять же. И средний чек, безусловно. Получается, что мы собираем с вами данные в счетчиках в AppAnalytics. Собираем данные с CRM, накладываем их друг на друга, и выходит у нас полная картина. На самом деле сейчас есть возможность автоматизировать данные процессы. Есть уже такая, я даже называла коробочная разработка, это RueStat. RueStat подсчитывает Rue, если вы настроили интеграции с CRM-системы и счетчиков. И в режиме RueStat показывает вам, скажем так, какой канал, какой запрос и так далее. Какой банк приводит вам максимальное возврат инвестиции. Есть еще разработка AppCraft, но она предполагает построению воронок прямо индивидуально под каждый проект. И в дальнейшем мы, конечно же, хотим поворотить, чтобы наш с вами разовый посетитель превратилось в постоянное обращение в нашу компанию. И у нас выходит такая история, что мы хотим, чтобы к нам возвращались чаще, чаще и чаще. Так вот, чтобы наш клиент вернулся, процент возврата аудитории нам можем учитывать с помощью purchase frequency, частоты покупки, потом и также, кстати, доли повторных покупок. И постоянный клиент в идеале становится у нас евангелистом и адвокатом бренда и пишет о нас хорошие комментарии, потом рассказывает своим коллегам, друзьям, какая хорошая компания и так далее. И здесь мы можем с вами учитывать увлеченность и долю адвокатов бренда в аудитории. К сожалению, делать это не делится. Итак, вот мы с вами прошлись по воронке. Воронка, как у нас получилась, большая метрика, огромное количество. У них легко запутаться. Вернее, для того, чтобы увидеть, разобраться, это нужно пробовать на практике. На практике выстраивать воронки, на практике анализировать, что происходит в продвижении. И только тогда уже, скажем так, имея базовые правные точки, проведя, например, аудит продвижения, вы можете далее анализировать, что же поправить в продвижении на сайте, каких специалистов, например, стоит депайтно еще привлечь, чтобы улучшить показатели конверсии. Но это все у нас речь идет о интернет-маркетинге. Но у нас классическая ситуация, когда интернет-маркетолог говорит CPC, CTR, ROI, ROI и так далее. А перед ним находится, например, учредитель, ему все равно, что такое CPC, CTR, ему интересно, ну, собственно говоря, сколько он заработал, финансовая его выгода. Сидит, допустим, перед вами руководитель бизнеса, вы ему там действительно рассказываете про ключевые слова, про протестирование. Зачастую понимание, что это такое, нет, и разговор переводит в такие вещи, как, соответственно, возврат маркетинговых инвестиций и количество расходов на привлечение и удержание клиентов. Выгодно, не выгодно ли вкладывать в мероприятия маркетинговые, в частности, в интернет-продвижение. И, интересно, lifetime value – прибыль получаемого с одного клиента за все время сотрудничества. Как можно его дополнительно развернуть, раскрутить, сделать лояльным и так далее, и так далее. Итак, кроме у нас это показатели возврата инвестиций в маркетинг. Получается, что мы прибыль получаем у самого клиента за все время, делим на количество расходов на привлечение и удержание клиентов, умножаем на 100%. Вот это у нас роли. Но чаще всего, например, в том же ROI-стате учитывается ROI. ROI – это Return on Investments. И это коэффициент возврата инвестиций, показатель прибыльности. ROI у нас обычно высчитывается по формуле доход. Из дохода вычитается себестоимость. Результат делится на сумму инвестиций и умножается на 100%. Предположим, что у нас с вами, мы хотим посчитать, предположим, мы хотим посчитать с вами расчет, посчитать ROI для того или иного канала трафика или для отдельного продукта. У нас, допустим, есть с вами рекламная компания Панты, Мишки, Зайцы. У каждой рекламной компании есть свой расход. Компании принесли по разному количеству заказов. При этом у товаров разная себестоимость и разный доход. Так вот, если мы возьмем с вами, например, Пант, предположим, что мы хотели предпродать игрушки Панты. И из доходов, которые мы получили, 1000 рублей, вычтите себестоимость 600 рублей. И результат умножим на количество заказов, поделим на, в принципе, расход рекламной компании, сколько денег вы вложили на рекламную компанию, умножим на 100%. Мы получим 119%, мы получим 119%. Так вот, когда мы делаем с вами такой просчет, если у нас с вами ROI больше 100%, то мы работаем с вами в плюс. Если ROI меньше 100%, мы работаем в минус. И вот эти показатели, в первую очередь, будут интересны вашим руководителям, будут интересны собственникам бизнеса, а не то, сколько трафика вы привели, либо сколько лифтов получилось. И получается, что собственник бизнеса говорит, он в одних показателях ему интересен, и маркетологу интересны другие показатели. И, зачастую, найти общий язык мы не можем. То есть одни пеняют на других, что тот не понимает маркетинги, не понимает, что в бизнесе. И получается, что нам нужно прийти к каким-то единым точкам соприкосновения, что мы будем считать за эффективный показатель KPI. Но перед тем, как разработать данный эффективный показатель, мы, если возьмем, например, только ROI, либо только трафик, то получится у нас, что мы учитываем интересы только того или иного представителя компании. А мы хотим сделать так, чтобы было комфортно работать. Перед тем, как мы разберем комбинированный вариант, давайте с вами подведем это по поронке, по метрикам, которые сейчас до этого озвучивались. Итак, чтобы правильно посчитать метрики и разработать KPI, нам нужно с вами сервисистема, колл-трекинг, IP-телефония, Google Analytics, метрика. И получается, что трафик у нас может быть с естественной выдачи, с контекстной рекламы, с социальных сетей, из электронных почт, из маркетплейсов, из Яндекс, например, Маркет. Далее трафик у нас попадает на сайт и отслеживается с помощью подменных номеров у трекинга, с помощью обратных звонков, форм просто обратной связи, с помощью форм заказов, с помощью виджетов разных. Виджетов, например, хотите, мы вам перезвоним. Когда происходит заполнение форм, либо звонок, это действие у нас превращает потенциального посетителя в уже форме... Мы получаем с вами от потенциального посетителя уже лид. Лид у нас попадает в CRM-систему. В CRM-системе у нас данные, получается, попадают в систему аналитики. Если у нас есть все с вами вот эти элементы системы, то мы можем с вами разработать QPI для отдельных каналов трафика, для отдельных специалистов. И, соответственно, не обижать, например, специалистов по SEO тем, что, например, сайт лиды не превращается в продажи, так как он не может повлиять на процесс обработки лидов или наоборот, ну и так далее. В итоге мы можем с вами здесь учитывать перезаработки, я подведу итог, продвижение позиций, выдача, если мы берем SEO, видимость семантического ядра, то есть видимость по запросам. Можем отслеживать позиции сайта, рост падения трафика, поведенческие факторы, глубину просмотра, процент отказов, длительность сессии. Потом достижение действий, то есть достижение конверсий, стоимость перехода сливого действия и ROE. То есть, в принципе, мы можем использовать каждый, каждый, каждый показатель. Но если мы скажем, что мы будем работать только на ROE, я боюсь, мы с вами, исполнителей, очень долго будем искать и найдем каких-нибудь совсем уж отчаянных. Для того, чтобы работа была у нас комплексной и работа была продуктивной, обычно используют показатели эффективности, комбинируя их. Вот перед вами сейчас таблица. Если мы вернемся с вами к практике, у нас получается такая ситуация, что специалист, например, по SEO оптимизирует сайт, актимизирует, но повлиять на движение по воронке трафика уже не может. Ну, допустим, у него нет возможности реализовать техническое задание, которое является приоритетом заказчика, или не может повлиять на сам оффер, на само предложение на посадочных страницах. Так вот, если наш с вами руководитель поставит в KPI для специалиста по SEO, ну, допустим, суммарный оборот, то он рискует, в принципе, не найти исполнителя для продвижения сайта. Для того, чтобы мы нашли общий язык, мы должны с вами стараться разработать показатели эффективности продвижения, например, в SEO, учитывая разные метрики той же воронки. Ну, предположим, SEO-специалист будет в первую очередь работать, чтобы сайт поднялся в естественной выдаче. Поэтому у него есть такие вещи, как доля запросов семантической ядра в топ, то есть в первой десятке выдаче, доля, например, приоритетных запросов из всего семантического ядра, то есть из всех запросов, которые выбраны для продвижения, наличие, например, брендовых запросов в топе и так далее. У запросов есть, в свою очередь, трафиковые показатели. Ну, предположим, объем трафика по разным регионам продвижения. У трафика есть показатели поведения, которые мы с вами в начале нашего урока обсуждали. Это глубина просмотра, показатели отказа, длительность сеанса, длительность сессии, доля повторных визитов. И далее, если идти вглубь, то, получается, есть коммерческие у нас еще факторы, показатели. Это показатели конверсии, показатели среднего чека, микроконверсии, например, добавление товара в корзину, но человек, не помню, может добавить товар, но его в итоге не купить. И финал, наш ROI, оборот, стоимость лида и так далее. Так вот, для того, чтобы наша работа шла комфортно, мы стараемся выбрать из данной таблицы разные показатели эффективности и их скомпоновать. Ну, предположим, у нас с вами идет такая история, что цель – это привлечение аудитории из поисковой выдачи и позиция по определенным целевым поисковым фразам, а также, в принципе, увеличение объема продаж в регионах. И у нас может быть соответствующий KPI – объем общего поискового трафика, то есть его увеличение, доля приоритетных запросов в топ, то есть вывод тех или иных ключей в естественной выдаче на хорошие позиции, потом количество заказов в тех же регионах. И, соответственно, например, мы берем три показателя KPI и каждому показателю присылаем свой удельный вес. Допустим, увеличение объема трафика – это 50%, приоритетные запросы в выдаче – 30%, количество заказов в регионах определенное – это 20%. Ставим план. План у нас может быть, допустим, в течение ноября по поисковому трафику 13,5 тысяч переходов, доля приоритетных запросов – 13% и количество заказов, например, 270. Соответственно, после того, как мы утвердили план, по окончанию месяца мы с вами подводим итог. И, допустим, у нас по факту было трафика меньше немного, чем запланировано, доля приоритетных запросов стала, наоборот, больше, и количество заказов в регионах, ну, мы даже половины не выполнили. И высчитываем результат в процентном соотношении, и видим, что у нас получается так, что размер бонуса привязан как раз к выполнению как раз данных показателей трех по KPI. И выходит, что если у нас, например, количество заказов не выполнено даже на 50%, то вознаграждение по этому KPI будет ноль. В нашем случае это 48%. И так как по каждому показателю есть свой отдельный вес, то и рассчитывается размер бонуса. И размер бонуса, если мы 49% по… Имеет, ну, например, у нас, предположим, у нас с вами показатели общего трафика – это, допустим, 50%, позиции 30% и остаток, допустим, 20%. При вознаграждении у нас было бы как раз увеличение количества заказов, не увеличение, а достижение объединенного количества заказов региона. Удельный вес, я вам сейчас поясню, это вот является у нас здесь третьим столбцом данной таблицы. В итоге получается так, что если мы говорили с вами, ну, предположим, 100 тысяч рублей как стопроцентное вознаграждение, то у нас получается, что выполнен план на 79%. Не план, а достигнутый KPI в размере 79%. Соответственно, премия будет не 100 тысяч, а 79. Ну, вот так вот мы можем с вами поиграть. Удельный вес мы можем в разных диапазонах задавать. Ну, предположим, диапазон допустимого значения, чтобы выполнение по KPI, по поисковому трафику считалось выполненным, сделанным, это 8-100%, приоритетный запрос на 60-100% и количество заказов регионов 50-100%. То есть если, допустим, у нас было бы, как в данной таблице приведенный результат показателей по количеству заказов регионов не 48, а 50, то все равно премия была бы на уровне почти 100%. Вот такая история. И в данных комбинациях у нас с вами выходит то, что мы учли интересы как и специалиста по продвижению, и как раз руководители, либо собственные кабинеты. Никто не в обиде, и все, получается, должны взаимодействовать как единоцелые, единых связки, учитывать, как, например, выполнение того же технического задания, не пенять то, что кто-то его задерживает, и либо самим его выполнять. То есть в данной ситуации получается так, что у нас специалист, вот, все его заинтересованы не столько в трафике, да, но сколько его и конвертации. Теперь мне хотелось бы подвести итог. Чем более сложные показатели мы берем, тем сильнее, тем глубже, тем грамотнее должны быть проработаны системы аналитики, и обязательно должна идти работа с помощью системы. Если мы с вами не учитываем полностью движение поворотов, если мы не делаем автоматизацию этих процессов, здесь стоит вопрос в необходимости автоматизации. Если мы с вами это считаем в Excel, то, к сожалению, данные показатели в корректном объеме, в корректных цифрах мы не сможем отследить. И что же нам дальше теперь делать? А дальше нам нужно с вами теперь, когда мы разработали показатели, постарались их внедрить, достичь. Если мы их достигли, то мы их пересматривать можем. А если не достигли, то разрабатывать меры по оптимизации нашего продвижения, по улучшению счастья пользователя на наших посадочных страницах, вызывать другие каналы привлечения аудитории, если речь идет не только о SEO, но и о других каналах привлечения трафика. И здесь необходимо уже идти по дорожной качестве наших дежурных проектов и, соответственно, разрабатывать меры индивидуально под каждый проект. О том, какие меры можно предпринять, как можно сократить с одной стороны страты, но при этом добиться более, я бы сказала, динамичного движения по воронкам, мы разбираем на нашем курсе «Интернет-маркетинг. Методы эффективного контроля». Данный курс стартует 14 декабря, и я буду рада видеть вас по аудитории на занятии. Большое спасибо за ваше внимание, успешных вам проектов и достижения поставленных KPI.